Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Итак, сегодня у нас с вами очередная новенькая клиентка. Пришла ко мне девушка за ноготками, причем обратите внимание на состояние ее ногтей на коррекции. У нас все ногти поломанные в хлам, у нас все ногти с трещинами на натуральной ногтевой пластине. Собственно говоря, это связано с работой этой девушки. Она очень много работает руками, она очень много движений производит руками таких, которые с ногтями производить нельзя, то есть тыкающих движений, набивающих. Поэтому у нее вот такое вот происходит с пальчиками. Ну и если вы хотите узнать дальнейшие подробности, а если вы хотите еще и эфир, конечно же, вам нужно писать комментарии, ставить лайки и, конечно же, досматривать ролик до конца, потому что сегодня я вам расскажу интереснейшую историю, что мы только с этой девушкой не делали. Итак, эти ручки у нас работают на рынке, на опте продают сумки. Эти сумки девушка набивает материалом для того, чтобы сумка держала форму. Именно из-за того, что она набивает сумки, у нее вот такой вот с ногтями происходит. Девушка очень любит длинные ногти, она от них без ума. До того, как она сменила работу, она с удовольствием носила длину и никаких проблем у нее не было. Сейчас же у нее и с короткими ногтями такая проблема, но ей хочется длины. Итак, мы в первую коррекцию, ну вернее, это не коррекция, это наращивание, в первый визит мы ей нарастили длинные ногти. Собственно говоря, сделали мы с ней 4 коррекции, попробовали кучу всевозможных просто ухишрений, что только мы с ней не делали, и вставляли и файбер, и уплотняли гель-лаком, и кучу всяких разных манипуляций проводили. Ничего не получилось, к сожалению, от ноготков в конечном итоге нам пришлось отказаться, потому что длина при ее работе, при такой, совершенно не носится. Очень жаль, я обожаю клиенток, которые любят длинные ногти, эта клиентка тоже очень жалеет, что так получилось, но в любом случае. Итак, об этом мы пока еще ничего не знаем, что нам придется расстаться, мы тоже еще ничего не знаем, поэтому сейчас производим непосредственно первое наращивание. Для того, чтобы привыкнуть к ручкам, для того, чтобы узнать все особенности строения, ручки, нам, конечно же, необходимо с ними поработать. То есть, когда приходит к нам клиент с какими-то проблемами, сможем ли мы их решить или не сможем, будет понятно только после того, как мы начнем работать с этим клиентом, и будем пробовать применять все знания, которые у нас есть. На первом наращивании мы решили сделать ей обычное, классическое, стандартное наращивание. Ну, то есть, мы не знали, ни я, ни она не знала, что в дальнейшем у нас возникнут какие-либо проблемы. Собственно говоря, если бы хотя бы темперамент у клиентки был немножечко более нежный, скажем так, если бы она была немножечко более медлительная, она бы смогла носить ногти при ее работе. Но поскольку она у нас девушка импульсивная, девушка очень активная, ей некогда отвлекаться на какие-то мелочи. Поэтому, собственно говоря, ноготки у нас и не получились. Не, но ноготки у нас, конечно, получились, ногти получились отличные, они получились очень красивые. Мы исправили все особенности ручки, мы повернули ее пальчики, мы развернули все, что можно было, и все, что нельзя было, тоже развернули. Мы нарастили замечательные миндалики, но, к сожалению, в данном сочетании импульсивности клиентки, работы клиентки, они оказались неносибельными. В данном случае, наверное, самое носибельное было, это ноготки укороченные под мясо, покрытые просто гель-лаком. И то, как вы видели, да, клиентка даже с минимальной длиной ушатала полностью все свои ногтевые пластины, они у нее все полопались, потрескались, поэтому, наверное, даже в таком варианте ей просто нельзя делать никакое наращивание, никакое укрепление. Поэтому, мастера, обращайте на это тоже внимание. Мы, мастера, привыкли, что как только где-то какая-то проблема с ногтями, мы начинаем винить себя, да, что мы сделали что-то не так, ноготь поломался, наверное, нужно было сделать как-то иначе, как-то по-другому. Но, честно, мы делали 4 коррекции, я перепробовала, ну вот просто все, все, что знала, какие нюансы могла использовать, все мы использовали, никакого результата у нас не получилось. Максимум, на что мы вышли, это на 4 поломанных ногтя на руке, то есть вместо 10 у нас остались поломанные 4 рабочих пальца. Это указательный и средний пальчик. Поэтому не всегда виноват мастер. Иногда все-таки у нас виноват клиент, но мы его не виним, просто так сложились обстоятельства. К сожалению, вот такая вот история. Но, конечно же, это только первый визит, мы еще вернемся с вами к этой клиентке, мы, конечно же, с вами разберем, с какими проблемами мы столкнулись, как мы их решали. Если вы хотите, чтобы это было подряд ролики, пишите об этом в комментариях, я сделаю вам все 4 коррекции подряд, одна за одной, чтобы был как сериал, чтобы можно было отследить, какие проблемы и как мы пытались с этим выкрутиться, что мы пытались порешать. Мы же тем временем выполняем классическое арочное наращивание, выполняем выкладной френчик. Кстати, на этот френчик мы потом делали коррекцию, мы его дополняли без изменений, а именно с дополнениями. То есть мы переносили линию улыбочки, добавляли кое-что к френчику, но тем не менее френчик сохраняли все 4 коррекции. Это тоже довольно-таки интересно. У нас, как обычно, 2 разные ручки, но в данном случае разность ручек исключительно только в блесточках сохраняется. То есть у нас 2 черных френча. На одном черном френче у нас серебряные крупные блестки и меленькие блестки с голографическим отливом. На второй ручке у нас голубые крупные блестки и мелкие блестки с серебряным отливом. Это я накупила новых блесток, надо было срочно их пробовать, конечно же. Ну и, собственно говоря, выкладываем блесточки на непросушенный тоненький слой моделирующего геля, перекрываем все это моделирующим гелем для того, чтобы запечатать и поднять архитектуру. Ну и нам остается только выпилить готовый ноготочек. Ничего рисовать мы этой клиентке не будем, она не очень любит рисунки, поэтому мы в качестве дизайна останавливаемся только на аквариумном френче. Это да, это тоже дизайн, это уже полностью готовый дизайн. Можно его ничем не добавлять, не улучшать. Поэтому останавливаемся просто на френчике, выпиливаем готовый ноготочек. Внимательно следим, чтобы у нас архитектура получилась такой, какой нам нужно. В данном случае мы пили миндалики, схема пила миндаля есть у меня на канале. Можете посмотреть, так и пишите. Схема пила миндаля, вы можете его найти у меня в роликах. Есть и схема пила квадрата, и схема пила миндаля. Все это на канале есть. В этом месте у меня остается еще немножечко видео дырочка, которое я не знаю чем заполнить, поэтому напоминаю вам о том, что стоит поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал, если вы вдруг еще не подписаны. Ну и собственно говоря, сейчас мы с вами увидим конечный результат. К сожалению, опил пилкой мне пришлось в данном случае убрать из ролика, потому что я пилила совершенно не в кадре. Но вы все про опил знаете, поэтому повторять по 10 раз я смысла не вижу. Собственно говоря, получились у нас вот такие потрясающие ручки, очень красивые, очень замечательные. Клиентка ушла довольная, прыгала до потолка. Что мы будем делать с этими ручками дальше, вы увидите у меня на канале. Пишите комментарии, нужно ли это делать сразу же после выхода ролика. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!